Хай ухай, с вами Вангай и Тигргай. И сегодня мы будем пить водку. Ну чё, поверили? Всем хай народ, с вами снова канал Тропикал. И сегодня в этом видеоролике я покажу своего тритона, и также мы его сегодня покормим. Давненько, кстати, я не снимал видеороликов на тему про тритонов. Ну просто потому, что про них нечего было снимать. Кормление я уже снимал, как обустраивать аквариум я снимал, хотя он был не самого лучшего качества. И, кстати, сейчас у меня тритон всё ещё сидит в 10-литровом аквариуме. Но скоро я ему поменяю аквариум либо на большой контейнер, либо же куплю аквариум более крупный. Но тем не менее, друзья, сегодня всё-таки я снимаю про тритона. И сегодня мы покормим нашего испанского тритона куриным сердцем. Ну что ж, давайте же не будем медлить, и, наконец, приступим к нашему сегодняшнему видеоролику. Ну что ж, приступаем! Итак, для того, чтобы накормить нам сегодня тритона, нам потребуется куриное сердце. Это половинка сердечка куриного, но у меня целый пакет, как бы, этих сердец. И я иногда подкармливаю, подкармливал иногда ими прыткую ящерицу, для того, чтобы она набирала вес перед зимовкой. И кормлю в основном тритона. Так что сегодня вот я его нарезал. Много нам не потребуется тритон, даже, возможно, не съест всё это. Но, тем не менее, мы постараемся ему скормить как можно больше. Ну что ж, приступаем! Итак, наш маленький Годзилла уже готов поедать. И мы берём пинцет. В этот пинцет мы берём кусочек куриного сердца. И вот так вот трясём немножко. И наш тритон нападает. Но попытка была неудачной. Наш тритон обиженный ушёл к себе на дно аквариума. И сейчас замышляет новый план нападения на кусочек куриного сердечка. Так как всё-таки он голодный. Сейчас он подумает и совершил вторую попытку. Ну а пока мы подготовим снова кусочек мяса. Возьмём его опять в пинцет. И закинем ему в аквариум. Наш тритон уже начинает нападать. Он уже придумал, видимо, план. И сейчас мы ему дадим кусочек мяса. Ну что ж, подносим к нему. И вот такими вот движениями даём ему. В этот раз он, конечно, как-то всё неохотно делает. Но, тем не менее, он её схватил и потащил к себе на дно. Теперь он безжалостно разделывается с этим несчастным кусочком куриного сердца. Сразу видно настоящий хищник. Вот такой вот маленький прикольный крокодил. И ведь завести его может каждый. И будет у вас жить в аквариуме свой собственный аллигатор. Давайте так. Если вам интересно посмотреть видеоролик о полном содержании тритона, то пишите об этом в комментариях. Я, разумеется, сниму. Но после того, как сам приобрету водоём для него достаточно крупных размеров. Итак, ребята. Кто смотрел мой канал, ну, около года назад, те видели, каким маленьким был тритон. И, кстати, их было два, если вы заметили. А у меня сейчас в аквариуме сидит один. Второго я, в общем, отдал, продал. И сейчас он у другого хозяина. А этого я решил оставить себе. Так как он довольно-таки крупный. Если вы, опять же, смотрели видеоролики, то вы заметили, насколько он крупнее стал за это время. Сейчас он около 30 сантиметров вместе с хвостом. И вот такая вот у него прикольная мордашка. По-моему, это очень красивая амфибия. И очень проста в содержании. Ну что ж, продолжаем кормить нашего дракона. Итак, мы берём кусочек, опять же, куриного сердечка. И имитируем движение добычи. Чтобы он заметил этот кусок. Но, видимо, наш тритон не очень хочет это делать. Так как он, наверное, сытый уже. Но, тем не менее, мы сейчас попробуем. Поиграемся с ним. И он, возможно, схавает эту штуку. Но, видимо, у него нет особого желания ловить снова. Но, тем не менее, он съест этот кусочек. И сейчас вот он таким неохотным движением всё-таки возьмёт и схватит этот кусок куриного сердца. Кормлю я его, кстати, один раз в 3-4 дня. И, как вы видите, этого ему достаточно. Он не ведёт себя как-то агрессивно. Первый кусочек он, конечно, схватил с энтузиазмом. Попытался схватить. Но второй, как вы видели, он уже съел спокойненько. И вот так вот схватил и потащил к себе в горшок. Да, в горшок как бы странно это не звучало. И уже там, в своём убежище, он дальше продолжает безжалостно поедать кусочек мяса. Ребят, напишите в комментариях, нравится ли вам наблюдать, как тритон охотится или как любое другое животное охотится. Ну, разумеется, не какой-нибудь лев и медведь, а что-то типа эоблифаров или каких-нибудь других ящериц. Мне лично это очень-очень нравится. Ну что ж, ребята, попробуем предложить ему третий кусочек. Но, как вы видите, он не особо хочет его есть. Да блять, я не могу! Примерно так думает сейчас наш тритон. Но, тем не менее, мы немножечко его подразним вот таким образом. Может, всё-таки он передумает и съест этот кусочек мяса. Но, как вы видите, интереса у него полностью нет уже. Он наелся, он сытый, и этих пары кусочков ему достаточно хватило. Но, как вы видите, этот тритон очень простой в содержании и ест немного. Ну что ж, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был чудесный канал Тропикал. И всем сайонара, гайс! Субтитры сделал DimaTorzok